Привет всем! С вами Александра и Собачки. Сделаю расклад на отношения между двумя людьми. Два человека, их прошлое, настоящее и возможное будущее, на отношения в паре. Верхняя линия показывает одного из партнёров, нижняя линия другого партнёра. И события, которые происходят, в средней линии показаны между ними. Если по вертикали будем смотреть, то это будет прошлое, настоящее и будущее. Что мы здесь видим? Один из партнёров верхней линии показывает в прошлом неуверенность в себе, неуверенность в своих чувствах, неуверенность в себе, как полноценного человека, может быть. Сомневаться в себе, этот человек склонен. И не верить в свои собственные силы по какой-то причине, по неизвестной нам здесь причине. Другой же партнёр находится в состоянии двойки жезлов в прямом положении, которое говорит о том, что он очень энергичный, у него очень хорошие идеи, он может принести двух людей, трёх людей вместе, создать какую-то новую ситуацию своими идеями, родить какие-то идеи. Он может активно фокусироваться на каком-то своей цели, может хорошо вместе работать с другими, на достижении общей цели. То есть такой энергичный человек, который всё время что-то придумывает, всё время кого-то за собой тянет и поддерживает. То есть это два партнёра. Что между ними стоит? Между ними стоит уверенность, умеренность перевёрнутая в прошлом, умеренность в прямом положении. Она говорит о балансе, она говорит о возможности человека, умении использовать окружающие энергии и ресурсы для того, чтобы создавать что-то новое и хорошее. Но умеренность в перевёрнутом виде не становится менее значимой, потому что это всё-таки старший аркан. Она говорит о конфликте, она говорит о плохой сочетаемости, она говорит о, может быть, излишествах одного из партнёров в чём-то. Получается, что плохая комбинация, которую они создали благодаря событиям или планам каким-то, или, может быть, это два человека, но вот так не сочетаются. То есть между ними стоит эта умеренность перевёрнутая. Она как химический элемент, умеренность, соединяет два элемента, которые совершенно разные, и получается третий, который очень отличается от одного или от другого. То есть настоящая химическая реакция, алхимическая. И вот здесь она получила результат, который хуже, чем каждый человек по отдельности. Вот так я бы могла описать эту умеренность перевёрнутую. То есть это было в прошлом. Настоящим, что эта пара стоит перед каким-то обманом, перед чем-то, что один человек предлагал все свои чувства. Это предоставлен королевой чаш. Это очень добрый и заботливый человек, или мужчина, или женщина, который очень посвящает себя всю, или семье, или другому человеку. Очень артистичный, очень доверчивый, я бы сказала. Другой человек, который на другой стороне, он представлен десяткой пентаклей. Это человек, который состоятельный, у которого, может быть, есть какое-то наследство, который, может быть, ожидает создания хорошей семьи, и прочных отношений, как бы полагается он на это. У него хорошие такие семейные взгляды и перспективы на будущее. И она стоит, эта карта, в прямом положении. Но когда эти два человека соединились, между ними получилась вот эта карта перевернутая, пятерка мечей перевернутая, она в прямом положении не очень хорошая. Она показывает, что это обман, какой-то, может быть, нечестный поступок, может быть, какой-то грубый человек вмешался. Когда она перевернутая, она от этого особенно лучше тоже не становится. Но она может показать, что этот обман открылся. Этот, кто один из партнеров, если он обманывал другого, то это вышло на поверхность. И теперь в настоящем то, что было, один человек предоставлял любовь, а другой старался создать семью, и все, казалось бы, было хорошо. Когда вот этот обман, может быть, он из прошлого, вышел на поверхность, то ситуация будет развиваться, начиная от сегодняшнего дня, совершенно по-другому, чем она была. Здесь похоже, что один из партнеров, который давал любовь и был очень доверчив, может быть, слишком даже полагался на другого, потому что мы видим, что он в прошлом был неуверен в себе человек. Вот этот человек, который полон любви, но почему-то неуверен в себе, он набирает силы. То есть этот человек набирает силы, которые у него в его интеллекте, в его голове. То есть он становится мыслить более ясно, более острый ум у него становится. Если этот человек преобразуется и начинает видеть наяву то, что, может быть, когда-то он еще не видел, или ему открываются какие-то новые возможности, но мы знаем, что шанс человек получает, когда попадает любой туз, а это туз мечей, то есть это интеллектуальный решение, общение, это шанс, который дан нам разуму. И этот человек превоплощается в другого. То есть из человека, который был очень открытый и добрый, он начинает, его ситуация поставила в эти условия, он начинает воплощать себя и, может быть, принимать решения для себя. А вот этот туз, он тоже говорит о том, что, наконец-то, принимать решения для себя самому. Может быть, этот человек успешно после потрясения, может быть, он понял, что никто за него не постоит, он сам должен за себя постоять, он сам должен решать, как выходить победителем из сложившейся ситуации. Я так это читаю, что у этого человека есть хороший шанс на разрешение этой проблемы в свою пользу. Так, может быть, больно, как хирург отрезает иногда ногу, которая, например, повреждена, и спасает человеку целую жизнь. То есть этот шанс туза мечей как раз и дает человеку возможность что-то отрезать раз и навсегда, чтобы сохранить то, что еще живо и у чего есть еще шанс. Окей, если мы посмотрим дальше, то у нас, у другого партнера, который предыдущий проявлял свою энергию и хотел строить дом, и у него, может быть, он и есть уже дом, и семья, и, может быть, даже дети, не использовал он свои эти ресурсы умно. То есть выглядит, что в будущем он будет получать результат как бы по заслугам. Получается, паж Жезлов перевернутый. Паж Жезлов перевернутый – это не очень интересная фигура. Она говорит о том, что человек сделал неправильные выборы и продолжает их делать неправильные выборы. или он вообще не может сделать выбор. То есть он хочет и то, и другое, и хочет, и не может. То есть он не может иметь два, например, партнера, но он хочет. И даже если он хочет разделаться и взять одного партнера и сделать свое решение, объявить, он не может. То есть у него нет сил. Поэтому в этих отношениях здесь выглядит так, что восьмерка мечей, восьмерка Жезлов перевернутая показывает, что период споров, неурядец наступает между этими двумя людьми. И тут много ума не нужно, чтобы видеть, кто выиграет в этих спорах и неурядицах. Чтобы разрешить этот конфликт, человек, партнер, который предоставлен верхним рядом карт, должен использовать свой шанс, свой умный интеллект и разрешить это в ту пользу, которую он решит на данный момент, сам выгодное и наиболее приемлемое. Потому что ждать от другого человека решения совершенно не приходится. Он не способен. Это маленький паш перевернутый Жезлов, у которого, как бы, как я сказала уже, все хочу, а не могу. То есть он много чего хочет, он много чего напланировал в прошлом, потому что мы видим, что он был двойкой Жезлов в прошлом. его энергии, вот эти, когда они у него бурлили, и он строит много планов, он, может быть, слишком много планов построил, слишком во многих направлениях, и он просто не сумел их, как бы, удержать всех на правильной волне. И где-то пошло все наперекос, потому что он сделал неправильные решения, и он, похоже, будет продолжать быть неспособен принять решение. Не говорю даже правильное или неправильное, просто не способен принять решение. Не затягивать эту ситуацию очень сильно надолго. Другой партнер возьмет все в свои руки, так карты говорят в будущем, и разрешит эту проблему для двоих людей, чтобы выйти из сложившейся ситуации победителем. У партнера, у другого, который предоставлен королевой чаш, есть такой шанс. Вот такой ридень, такое чтение. И с вами, как всегда, была Александра и мои собачки. Пока-пока, до новых встреч!